Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о необычных подвоях для груши. Как правило, грушу прививают на сеянцы груши. Однако у таких прививок есть ряд преимуществ. В особенности это сильная сила роста. И не всегда такие саженцы можно высадить в маленьких садах. Конечно, есть и колновидные груши. Однако они не всегда выдерживают наши морозы. Но есть отличный выход. Можно использовать для прививки необычные подвои. Первый подвой, о котором я хочу рассказать, это ирга. Ирга – это растение родом из Северной Америки. Ирга – это кустарник, либо небольшое деревце, которое может выдерживать морозы больше 40 градусов. Ирга отлично совместима с грушей. То есть на иргу можно прививать груши. Какие же преимущества у ирги? Во-первых, это, как я и говорил, морозостойкость. Во-вторых, ирга имеет поверхностную мочковатую корневую систему. А значит, ее можно высаживать на низких участках, где близко залегают грунтовые воды. В таком случае ваши сады не будут вымокать. Их не придется садить на холмы. Во-вторых, ирга имеет ограниченную силу роста. Груша, привитая на иргу, вырастает не больше двух метров высотой. А это очень хорошо для маленьких садов. Ведь места такое дерево будет занимать мало. А также за таким деревом хорошо ухаживать, проводить обработку, обрезку и собирать урожай. В-третьих, ирга – очень пластичное дерево. Побеги легко гнутся. А значит, черенки, привитые на иргу, осенью можно легко укрыть. Для этого их просто нужно согнуть, приколоть специальными шпильками металлическими, либо деревянными, в земле и укрыть спонбондом. Под нежным укропом и под укрытием такие саженцы отлично перезимуют. Это очень важное условие для тех людей, которые выращивают грушу более в северных регионах. Ее можно формировать в таком случае в сланцевой форме. Прививки на иргу можно делать как в весенний период, прививать черенком, например, я прививаю в расщеп, а можно делать в летний период, в августе, прививать почкой. Второй необычный подвой – это обычная рябина, которая растет практически в каждом лесу. Совместимость с грушей у них также хорошая. На рябину можно прививать также черенком весной, либо во второй половине лета, в августе, почкой. Нужно сказать, что ирга и рябина должны быть посажены на участке за год до прививки, чтобы они прижились на новом месте, набрали силы, а только потом выполнять прививку. Если на участке у вас уже растет, например, дерево рябины взрослое, то можно прививку сделать и в крону, привить несколько ветвей. Осенью будет очень необычная картина – красные грозди рябины и желтые плоды груши на одном дереве. Третий необычный подвой – это кизильник черный. Это невысокий кустарник, который часто используется в городском озеленении, и он также совместим практически со всеми сортами груши. Какое же преимущество у кизильника? Во-первых, это очень мразостойкое растение, выдерживает заморозки до минус 50 градусов. Черенки, привитые на кизильник, начинают плодоносить уже на третий год после прививки. Деревья получаются компактными и редко вырастают больше двух метров. Такая прививка подойдет также для владельцев небольших садовых участков. Дерево будет очень небольшим и не будет затенять вашим грядкам, посадкам и будет занимать мало места. Еще одна культура, на которую можно прививать грушу – это арония, либо рябина черноплодная. Она также, как и лесная рябина, совместима с грушей. Можно прививать в один куст, когда на кусте аронии есть несколько побегов. Можно несколько их спилить и сделать прививку, например, вращеп черенком, либо опять же привить в августе почкой. Дерево также будет компактное. У аронии, кстати, корневая система также поверхностная, мочковатая. А значит, груша будет расти и на участках с близким залеганием грунтовых вод. Нужно отметить, что такие подвои имеют меньшую силу роста, чем груша. Значит, прививка груши, вот сама груша, она будет более быстрее расти, а значит, ствол будет утолщаться. А сам подвой может оставаться более тонким. Что же делать в такой ситуации? Раз в несколько лет, раз в два-три года проводят бороздование. Значит, процедуру проводят весной, после обрезки и вплоть до конца мая. Что это за процедура? Берут острый нож и на стволе делают вертикальные разрезы. Длиной 10 сантиметров, между разрезами примерно 5 сантиметров. Вот так по всему стволу делают разрезы. Нужно сказать, если у вас сам ствол привоя высокий, например, вы делали прививку от земли на метр, значит, выполняют тогда несколько разрезов один за одним, между ними оставляют расстояние 2 сантиметра. Что это дает? Образуется раневая ткань, и ствол будет утолщаться. После такой процедуры обязательно нужно провести обработку ствола раствором медного купороса, чтобы в раны не попадала инфекция, а затем замазать ствол болтушкой из глины. Некоторые советуют замазывать ствол, например, садовым варом. Однако я не советую использовать садовый вар. Дело в том, что садовый вар не пропускает кислород. Под ним собирается влага, древесина преет и раны долго не заживают. Поэтому лучше использовать глиняную болтушку. Обязательно используйте вот такие необычные подвои для прививки, и у вас будет урожай даже в самых неблагоприятных условиях. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»